Генеральный спонсор службы новостей город Окская ярмарка Образ ведущего создавала визажист-стилист Анна Васильева Платье для ведущей предоставлены шоу-румом Казино Пришли за отдыхом, ушли с долгами На каких туристических услугах разорилась счета нижегородцев? Давай телевидение просвещай В свой профессиональный праздник расскажем, как мы работаем, чтобы вам было интересно Дерзкий грабеж в Горбатовке Преступник взял кассу, не стесняясь продавца и камер наблюдения Кэшбэк за отопление Сколько денег вернули нижегородцам из-за ошибок в расчетах поставщика тепла? Короткое кино, которое заставляет вас покупать В Нижнем состоится очередная ночь пожирателей рекламы О главных событиях вторника расскажем в ближайшие минуты Вы смотрите службу новостей город Меня зовут Елена Демидова, здравствуйте Каждая материальная мечта имеет свою цену Будь это дорогая машина, качественная косметика Или такой желанный отпуск на побережье Сейчас, чтобы осуществить любое из названного Не надо далеко ходить, вас самих найдут и все предложат Красивые картинки и не менее красивые слова Описывающие, как все будет чудесно Главное условие, чтобы у вас были деньги К нам в редакцию обратилась семейная пара нижегородцев Которые купились на одной из рекламных предложений Теперь им предстоит выплачивать кредит в 100 тысяч рублей Антон Галеев продолжит Старая истина гласит, что пока существуют простодушные люди Найдутся и те, кто на них попробует заработать Например, заплатите сейчас, а отдохните потом Хоть в Таиланде, хоть на Кубе Один из таких случаев произошел совсем недавно Семей нижегородцев по сути навязали кредит за отложенный отпуск Сумма немаленькая, 100 тысяч рублей и плюс огромные проценты для банка Сначала он там сумму насчитал 112 тысяч Потом он округлил до 100 тысяч Вот, я говорю, у нас нет такой суммы Давайте в рассрочку он предложил Мы сразу же согласились А уже дома, когда я открыла ихний сайт Там все было написано, что это мошенники Попытки Валентины Ураковой самой договориться с туроператором Не увенчались успехом Тогда вместе с ней на Ульянова-7 в компании Холидей Групп Наведались и мы Здравствуйте Получается Ну и вот нам А с кем мы? С мылом Угу С телекомпанией С телекомпанией очень приятно Общаться спокойно и в присутствии камеры Директор Сергей категорически отказался, настаивая на приватности Любая попытка завязать беседу сходила на нет Нам сказали, что беспроцентная рассрочка Зачем вы так обманываете? Давайте начнем с того, что мы будем разговаривать именно с вами Да, я здесь Вот И будем разговаривать как раз таки, ну более скажем, в приватной обстановке Без проблем, все вместе пройдем в приватную обстановку Все вместе не будем Почему? Ну у нас такие условия, какие Я сейчас ничего не буду говорить Бурно на телефон в руках среагировала и менеджер Ольга, которая просто отказалась дальше заниматься расторжением договора Мы хотим, чтобы вы вернули наши деньги в банк и расторгнут договор По какой причине? Теревое не включение Почему? Потому что у вас нет такого права А какое у меня право есть? Я сейчас в суду себе не выключу Да пожалуйста Какие-то бумаги женщине все же отдали и настойчиво предлагали подписать По нашему совету Валентина нигде свой автограф оставлять не стала Чтобы окончательно разобраться в ситуации и выяснить, можно ли вообще заключать такие договоры и как наиболее безболезненно для себя их расторгнуть, за помощью мы обратились к юристу Все подобные договора не подпадают под закон об основах туристической деятельности в Российской Федерации Это важно понимать То есть данные договора не являются туристическим продуктом Важно понимать, что клиент приобретает не комплекс, как в туристических компаниях под ключ То есть это проезд, проживание, питание, медицинские страховки А именно приобретает право проживания в отеле Будущий турист не застрахован о том, что он придет в данный отель и там будут в наличии свободные места И подобных фирм, которые оказывают такие услуги, множество Тот же Holiday Group уже заработал себе не самую хорошую репутацию во многих городах Чаще всего у таких компаний очень короткий срок лицензии на оказание услуг А задача заключить за это время максимум договоров При этом не факт, что вы сможете отдохнуть А если попробуете расторгнуть сделку спустя хотя бы полгода, потеряете половину той суммы, что заплатили История Валентины Ураковой еще не закончилась То есть юристы только составили и отправили претензию Пока без ответа Другой вопрос, готовы ли такие продавцы мечты пойти до конца Например, в суд Антон Галеев, Алексей Ревягин, Служба новостей, город Спонсор темы дня Жилой комплекс Парк Горького в городе Бор Квартиры с индивидуальными 12,5 миллионов рублей на исполнение заветных желаний Нижегородцы воспользовались подарками от секретного миллионера Напомню, в марте наш город инкогнито посетил богач Дмитрий Волков По задумке телешоу он притворялся бедным А всем, кто его приютил и помог, столичный бизнесмен отплатил рублем Так, благодаря миллионеру, двое нижегородцев целую неделю отдыхали на яхте Круиз оценивается в 7 миллионов рублей Как еще распорядились горожане неожиданным богатством, расскажем далее в рубрике «Короткой строкой» Нижегородский художник Артем Филатов получил от миллионера 750 тысяч рублей Они пошли на аренду в студии-мастерской А еще с помощью Дмитрия Волкова художник смог открыть выставку в музее Нижегородской интеллигенции «Обратно домой» Центру современного искусства «Арсенал» бизнесмен пожертвовал 2,5 миллиона рублей На эти деньги в музей купили осушители воздуха, чтобы поддерживать стабильную температуру в залах До конца ноября капремонт в двух проблемных домах поселки Афонина завершат Глава региона Глеб Никитин потребовал от подрядчика выполнить обязательства и отремонтировать пролитые квартиры Кровля на домах на улице Парковой не везде прошла испытание погодой Будем дальше мониторить ситуацию нормальной организации системы И принимать решения, что это кадры, чтобы люди не страдали Главное, конечно, это здоровье людей, чтобы они нормально жить У нас еще 21 дом сейчас под открытой крышей Я считаю, что вне зависимости от погодных условий, которые, конечно, замедляют устранить эти проблемы Они должны быть в ближайшее время, уже до начала, до первой декабря Все эти работы должны быть завершены Программа капитального ремонта в Нижегородской области четвертая по объемам в стране И первая среди регионов ПФО Ежегодно около 800 домов должны обновляться В фонде капремонта подчеркнули, что несмотря на то, что уже успешно сданы более 900 домов И в большинстве ремонт проходит гладко, есть отдельные случаи, когда из-за отставания по срокам и недобросовестности подрядчика у жителей возникают проблемы По итогам года 25 подрядчиков попадут в черные списки фонда Ажурные металлические конструкции все-таки сохранят на стрелке К такому решению пришли в Департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области В декабре выберут подрядчика, который освободит каркас от ограждающих материалов Напомню, что ажурные арки – памятник архитектурного наследия Они сохранились еще с 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставки до 1896 года В то время конструкции входили в состав центрального здания Переносить арки с этого места никуда не будут Гонять стали меньше Статистика ДТП на дорогу города улучшается благодаря установленным камерам фото- и видеофиксации нарушений Как сегодня работает система наблюдения за порядком на дорогах Прежде всего камеры дисциплинируют автомобилистов Подобных передвижных комплексов сейчас в регионе 78 Их устанавливают в местах с наиболее высокой аварийностью Если есть камеры, водители меньше гоняют На сегодняшний день, может быть, для каких-то статистических цифр Зафиксировано практически на 70 погибших у нас в этом году снижение по сравнению с прошлым годом Поэтому представьте себе, что 70 жизней удалось спасти В том числе и за счет работы данных комплексов С начала года камеры зафиксировали 1 миллион нарушений За это время бюджет Нижегородской области пополнился за счет штрафов на сумму свыше 603 миллионов рублей В рамках поручения губернатора мы планируем выйти с инициативой о развитии системы фото-видеофиксации В том числе по закупке новых передвижных комплексов в следующем году И по установке стационарных комплексов на фиксацию нарушений правил дорожного движения на перекрестках Уже известно, что до конца этого года в городе и области установят еще 6 передвижных радаров Сегодня во всем мире журналисты, редакторы, операторы и многие другие сотрудники телеканалов Отмечают профессиональный праздник – День телевидения Первогородской, естественно, не мог остаться в стороне от этого события И решил приоткрыть для своих зрителей закулеси редакционной жизни По этапам развития телевещания от прошлого к настоящему прошлась Юлия Калинина Первые эксперименты с телевидением в мире начались в начале 20 века В Советский Союз это изобретение пришло в 1931 году А широкое распространение получило к середине столетия Любимыми телепередачами советских граждан были «Голубой огонек», «КВН», «Новостям» Только вот до определенного момента смотреть их можно было лишь в черно-белом цвете И уже в 1967 году телевидение стало цветным Цветным? За прошедшие полвека не раз менялись форматы, способы подачи, ведущие Но один единственный жанр, который был и остается любимым зрителями – это новости Двухминутный маленький новостной сюжет готовит целая команда Во главе ее стоит корреспондент Сегодня это Антон Галеев Антон, расскажи, пожалуйста, над какими темами в новостях тебе нравится работать больше всего? Над социальными, благодаря которым мне удается помочь людям Еще криминал, культура и погода Корреспондент, хоть и главный, но половину его славы смело берет на себя оператор Как говорят сотрудники телевидения Оператор без журналиста сможет снять сюжет А вот журналист без оператора не снимет ничего Хотя уже на данный момент это весьма спорное утверждение За картинку, которую вы видите с экрана, отвечает не только оператор, но и монтажер Именно в его руках оказывается весь массив отснятого материала Из всего этого он должен выбрать самые красивые и удачные планы И соединить их в один сюжет Михаил, расскажите, пожалуйста, над каким материалом вы сейчас работаете? Над очередным сюжетами я сейчас работаю Но на телевидении нет ни минуты покоя Это такой безостановочный конвейер А вот, собственно, наши телеведущие готовятся к предстоящему эфиру Лена, скажи, пожалуйста, сколько обычно по времени занимает такая подготовка? Юля, ну, конечно, застала ты врасплох нас Я думаю, на твой вопрос лучше ответит Аня Мы стараемся как можно меньше уделить времени для подготовки ведущих Так как время на телевидении это очень-очень-очень дорого Поэтому стараемся за час все сделать Ну а координирует весь процесс, следит за тем, чтобы картинки были красивыми А тексты складными наш редактор Он же готовит тексты для ведущего Который ежедневно рассказывает о самых главных новостях города в эфире Пока идут новости в аппаратная тишина Для того, чтобы ни один лишний звук не проскочил в студию За то, чтобы эфир шел непрерывно и не было никаких сбоев Отвечает оператор эфира Дим, скажи, пожалуйста, насколько эта работа стрессовая? Ну, иногда бывает, конечно, стрессовые дни Но главное, что работа нравится Вот так мы делаем новости И несмотря на то, что работа эта сложная и ответственная Мы ее очень любим Не забыли мы и Полину Буянову Человека, который стоял у самых истоков создания Первого городского телеканала в Нижнем Новгороде И многие годы работал над его развитием В эфире служба новостей «Город» С вами Полина Буянова Хоть сегодня и совсем ненадолго Несмотря на то, что уже несколько месяцев я не работаю на телевидении Правда, новостей в моей жизни стало еще больше День телевидения для меня по-прежнему останется профессиональным праздником А команда Первого городского родной и любимой Шесть лет назад мы начали делать телевидение в Нижнем Новгороде И каждый раз это было интересно, ново, безумно в хорошем понимании И на самом деле по телевидению очень скучаешь Потому что это не обычные люди Это работа, без которой очень сложно жить Я желаю Первому городскому и зрителям Первого городского Чтобы всегда, каждую минуту и каждую секунду Проекты были самыми интересными Чтобы зрители смотрели на любимых ведущих Чтобы работа приносила всегда удовольствие И на нее хотелось идти Далее информация от наших партнеров И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска Дерзкий грабеж в Горбатовке Преступник взял кассу, не стесняясь продавца и камер наблюдения Кэшбэк за отопление Сколько денег вернули нижегородцам Из-за ошибок в расчетах поставщика тепла Короткое кино, которое заставляет вас покупать В Нижнем состоится очередная ночь пожирателей рекламы Вы смотрите службу новостей город И мы продолжаем Не пожалел ни маму, ни сестру 33-летний ранее судимый нижегородец Обиделся на то, что родственники Не разрешили ему после освобождения Из мест лишения свободы жить вместе с ними Мужчина пришел в дом к родным И угрожая убийством, ранил одну из женщин Ножом в грудь, а также забрал с собой деньги Сейчас подозреваемый задержан О криминальной хронике региона Расскажем далее в рубрике «Место происшествия» Крупный пожар в многоэтажке унес жизни двух человек Возгорание произошло на седьмом этаже дома на улице Культуры Пламя быстро охватило всю квартиру И лишь один человек успел покинуть пылающее помещение Двое других, 57-летняя женщина и ее сожитель погибли Предположительно, пожар начался с кровати Причиной трагедии могло стать неосторожное курение 34-летний мужчина погиб, попав под колеса автомобиля На проспекте Гагарина в районе остановки «Электрон» Удар был настолько сильный, что пешеход скончался от полученных травм По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу По регулируемому пешеходному переходу, но на красный свет Автомобилист просто не успел затормозить перед пешеходом Грабитель в черном ворвался в ларек в поселке Горбатовка И, угрожая продавцу металлической дубинкой, отнял деньги Мужчина вел себя нагло, практически сразу же перепрыгнул через прилавок И стал требовать открыть кассу Женщина попалась не робкого десятка Она пыталась отстоять выручку, но в итоге сдалась и отдала всю наличность В настоящее время грабителя разыскивает полиция Граждан, которые владеют какой-либо информацией о произошедшем Сотрудники полиции просят обращаться по каналу связи 02 Грабителю на вид 25-30 лет Рост 175-180 сантиметров Кудощавое телосложение Был одет в черную куртку, на правом плече которой белая вставка в виде кореста А на спине надпись белого цвета FLX Еще один магазинный вор действовал не столь агрессивно Его целью были отнюдь не деньги Молодой человек зашел в магазин, долго расхаживал прилавка с рыбными продуктами Потом взял с полки пару товаров и засунул их не в карман, а прямо в штаны Туда же отправилось еще несколько продуктов После чего злоумышленник по-тихому пытался скрыться Но уйти незамеченным не получилось Грабитель убегал от сотрудников магазина через подсобку В России стали реже покупать спиртное Хуже всего в этом году продаются слабоалкогольные напитки На 36% сократилась продажа игристых вин На 23% водки и ликеры водочных напитков На 14% пива Маркетологи связывают это с уходом производителей в серую зону рынка Сменой поколений потребителей, а также ростом акциза Что повлияло на розничные цены О других новостях из мира финансов расскажем далее Средний чек российского горожанина за один поход в магазин По данным на конец октября составил 532 рубля Что на 8 рублей больше, чем в сентябре Но на те же 8 рублей меньше, если сравнивать с октябрем прошлого года В Приволжском федеральном округе величина среднего чека составила 458 рублей По точкам продаж можно было увидеть, что в дискаунтерах Средний чек снизился более чем на 2%, а в магазинах традиционной торговли подскочил на 7% Почти 4,5 миллиона рублей получили обратно жители рабочего поселка Гремячево Городского округа Кулебаки в качестве перерасчета платы за отопление Деньги жителям вернули после того, как КОЗ жилинспекции отреагировала на обращение граждан Выяснилось, что поставщик тепла нарушил порядок расчета потребляемого ресурса Чуть ранее аналогичная ситуация произошла в Заволжье, где жителям вернули более 3 миллионов рублей Победительница конкурса «Мама-предприниматель», который стартовал в Нижнем Новгороде Получит грант в размере 200 тысяч рублей на открытие собственного дела Из более чем 100 заявок экспертный совет выбрал 40 проектов Среди авторов 11 многодетных мам Проекты участниц самые разные от автошколы для малышей с двух лет До сельской гостевой усадьбы и семейной кафе-пекарни По данным Центробанка, курс доллара на среду 59 рублей 46 копеек Евро 69 рублей 82 копейки Цена за баррель нефти марки «Бренд» 62 доллара 42 цента 6 часов непрерывной рекламы 1 декабря Нижний вновь накроет ночь пожирателей рекламы Необычную коллекцию лучших продающих видео начал собирать француз Жан-Марий Бурсико еще 35 лет назад И сегодня люди по всему миру приходят в кинотеатры, чтобы смотреть рекламу Вроде бы обычные товары от машин до конфет Но их видеопредставление привлекает Каждый ролик в рекордной коллекции Жан-Марий Бурсико Это маленький кинофильм со своим ярким сюжетом И дело здесь не в дороговизне, а в самой идее короткометражки Нередко в рекламе можно наблюдать известных актеров, звезд шоу-бизнеса или спортсменов И да, такие ролики тоже можно увидеть по ТВ, правда в измененном виде Даже те ролики международные, которые транслируются по всему миру Зрители России тоже могут увидеть на экранах своих телевизионных каналов Но иногда это в усеченном формате В коллекции текущего года есть ролик, который мы, обычные зрители на телевизионном экране Видим в очень урезанном формате Ну секунд 10-15 Это все то, что нам достается от того шедевра, который реально есть и который был создан В этом году видеоматериалы объединили общей темой Любовь, как собственные зрители схожи своей симпатии к хорошей рекламе Самый первый подобный показ коллекционер Жан-Марий Бурсико сделал в 1981-м Ночью, потому что арендовать кинозал в это время было дешевле Собрание чудака в итоге попало в книгу рекордов Гиннеса А формат киносеанса покорил обычных людей И так и остался ночным Итак, 1 декабря, 21.30 Кинотеатр «Империя грез с неба» Ночь пожирателей рекламы Не проспи эту ночь, будет модно В социальных сетях развернулся жаркий спор Так она выходит замуж или нет? Интригу закрутила наша Даша, финалистка проекта «Я-топ-модель» и «Мисс Нижний Новгород-2017» Что стало причиной домыслов, покажем далее в нашем обзоре Всего одна фотография в свадебном платье И загадочная подпись, без лишних слов И вот уже подписчики Дарьи Картышовой гадают Неужели девушка выходит замуж? Когда свадьба и главное, кому первая красавица Нижнего отдала свое сердце? Сама Даша пока хранит тайну и просто принимает комплименты Через тернии к звездам болельщик хоккейного клуба «Торпеда» Артем Калатуров смонтировал для любимых игроков клип Говорят, что тренер показал этот ролик команде в раздевалке перед игрой Видео взяло за душу и настроило хоккеистов на матч Кстати, в тот день наши спортсмены действительно выиграли В парке Пушкина может появиться камень желаний Волшебный монумент представляет собой каменное сердце с отпечатками рук Говорят, нужно прикоснуться к нему и загадать желание Цепь замкнется И если загорится огонек, значит ваши мечты исполнятся Чтобы такой необычный памятник появился в парке Его создатели нуждаются в пожертвованиях Осталось собрать всего 15 тысяч рублей Далее эфир продолжит наш традиционный опрос Мы спросили у нижегородцев, какие хорошие события произошли в их жизни У меня начался отпуск Я планирую сходить в театр на шелтунчика Наконец-то устранили последствия капитального ремонта нашей крыши Устроилась на работу в Настле, работа очень нравится И теперь буду там, надеюсь, что буду долго работать Ну, собираюсь в отпуск, наверное, такое будет приятное событие Вот подготовка к нему Собираюсь в Талли Я отправляюсь в командировку в Питер Впервые в жизни буду в Питере за счет компании И в конце выпуска погоди Выпускница школы ТВ на Первом городском Татьяна Едакова Расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра 22 ноября праздник зимней матрены По старинным обычаям в этот день следовало избавляться От старых обетшалых предметов обихода Также считалось, что в этот день зима вступает в свои права Народная примета гласит, что если утром на деревьях виден иней То скоро ударят сильные морозы Ну, а по прогнозам синоптиков В среду днем ожидается дождь Температура воздуха не поднимется выше 4 градусов тепла Дождь пройдет и вечером Похолодает до плюс 1 На этом наш выпуск завершен Желаем вам отличного настроения и хороших новостей Увидимся в городе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова